Инцидент в Сочи, когда 20 минут не мог прорваться сквозь президентскую охрану автомобиль с вице-премьером по экономике, пресс-секретарем премьера и шефом протокола, можно трактовать разнообразно. Я могу сходу набросать где-то с десяток официальных безупречных объяснений, доказывающих, что все в порядке, что это естественный технический момент. Но это формально. Ну а неформально? Насколько я разбираюсь в бюрократических нравах, это можно считать последним неофициальным предупреждением. Дальше должны уже следовать предупреждения официальные с оргвыводами в виде выговоров и увольнений. Ну а то, что вице-премьер Дворкович это главный на протяжении многих лет в наших правящих слоях идеолог либертарианства, то есть теории полезности неограниченной экономической свободы личности и полного пренебрежения обществом как единым целым. Это как раз напоминает, что теория либертарианства совершенно несовместима с какой бы то ни было полезной деятельностью государства. И если в такой инцидент попал именно Дворкович, это можно трактовать как последнее президентское предупреждение. Либо правительство отказывается от либертарианства, либо пусть осуществляет свои либертарианские идеалы в каком-нибудь другом месте, которое не так жаль, как Российскую Федерацию.